О беззараживающем брызге. А что это такое у вас, расскажите? Что такое обеззараживающее? С чего оно состоит от средств? Слор содержащий, дефицирующий раствор, да, спирт. Вам его выдают где? Беспечный выдают. И здесь есть и в депорт. С ним перебоев у вас нет, все в порядке, да? Нет, перебоев. То есть вы получаете все борочные обрабатывающие? Борочные, стыдинные сверху, там где берут. Вот это не внешне необходимость. И здесь тоже протираем. Это после каждого круга, да? Ну да. Сколько пассажир поток? Сколько людей в масках, люди или не в маске? На полное расстояние этого потоку сидят? Пассажир поток упал. Упал. Насколько? На ногу. Ну, в два, в три, в один раз, там, на десять процентов. Мне кажется, больше пятидесяти процентов. Примерно в два раза, да? Да. А вы здесь сами и диспетчеры водителя, да? Нет. Диспетчер. Она в диспетчерской пошла, да? Ну, протиркой занимаетесь именно вы здесь, да? Да. Говорите. А вам по коронавирусу, по информации какую-то раздавали диспетчера? Да, вон все. А где? Вот все наклеили. Да. В Китай даже, да? Нет. А люди в масках ездят или не в масках пассажиры? Ну, в основном ездят не в масках. Потому что мы вот смотрим по улице, вот сюда же час пойти. Но в масках не так много народа проходит, хотя везде подопреждения висят. Ну, некоторые едут в перчатках, в масках, но это совсем единицы. Единицы, да? Единицы, да. Какой раз в автобус приедем? На каждый конечный. Мы не видели господь. То есть вот так уровень вашей обработки проходит? Да, конечно. Каким раствором у нас коллеги всегда интересуются? Кто там внутри? Белизна. Винозно. Винозно. Сверх не дает? Не дает. Новый, хорошо, конечно. Но вот это вот, вот эти ступенечки, он очень неудобный для пассажиров. Для нашего пассажира потока. Да. Для возрастных людей. Общению там свыше в любом случае, с ними на конечках общается. Почему они взяли и просто так не стали ездить на сегодняшний день? На сегодняшний день? Потому что невыгодно. Они же оплачивают солярку сами, водители же все это оплачивают. Это не оплачивает хозяин? Есть условия, конкурс, есть экстренные моменты, форс-мажоры так называемые. Власть на них закрывает глаза, то есть сокращает количество машин, которые находятся на линии в этот день, например, 15, стало 5. На это смотрят. Исходя из этого интервала другие. Какие-то автобусы там изменяют, были большие стали чуть меньше. Да, да, да. Но полностью так, чтобы маршруты взяли и перестали ходить, такое уже я первый раз. Дмитрий Александрович, я считаю, что здесь нужно сделать просто запрос в табораторию. Однозначно, потому что нужно ознакомиться с документацией, это нарушение конкурсной документации, нарушение положения конкурса. Потому что я считаю, что здесь однозначно можно драться надежный орган. здесь ни с того ни с ума не ходит. Ну и сокращать постольку, допустим, вот двойка Д. Ее ходило, обычно ее ходит 35 единиц, сейчас и ходит 5-7. Тоже невозможно так. Ну, даже хотя бы кое-то, а вот эти вообще не перестали ходить. А у нас самообрана, да? А у нас самообрана, да? Да, да, да. Автоматика. То есть получается ваш заехать, зашить? Вот так, да. И очень часто не ходят. Ну, есть люди, да, но часто и так, но иногда люди звали, но когда именно тот троллейбус, который такие... А, звонят? Да, они ждут именно по времени. И... А его, получается, нет. А кто тут переводчик? Ну, пока не было. А вы приглашали? Да. То есть вы уведомляли, говорили, что будет проверка, что депутат прием, общественный фонарк прием. То есть они проверили? То есть они проверили? То есть, получается, за полчаса нет на одного, и по словам водителя и диспетчера второллейбуса, что они вообще уже несколько дней не работают. Ну, в этом случае мы что можем предпринять? Потому что здесь явное нарушение всего и всяких. То есть просто они не присутствуют на линии. Хотя должны присутствовать даже и в нефрации ситуации. Ваши письменные давления, что дадут? Ваши мнения. Просто мне интересно, какие вы действия будете предпринимать? То есть на маршрут никто не выходит. То есть идёт наглядное нарушение, прям на лицо нарушения и действующих договоров. Что вы будете предпринимать? То есть что вы сейчас? Письмо какое-то нарушение? Вы пальцы подразите. Ну, вопрос, что интересно. Нам понадобится переложить. Комитет дорожный, пожалуйста. А ваша функция тогда в данном случае какая? А договор с кем заключён, когда подписывал договор контракт на перевозку? Ну, здесь не они как транспорт в направлении. Здесь дорожный комитет в этом случае должен в любом случае вмешаться. Поэтому давайте, мои коллеги, сегодня совместное письмо по результатам проверки, которые мы видим наглядно, по результатам общения с водителями троллейбусов. Пассажиров сейчас тоже спросим. Если у нас несколько дней происходит такое, что данные два маршрута, перевозчики вообще, а, не осуществляют свою деятельность, даже без какого-то сокращения, как на других маршрутах происходит количество машин, б, сегодня они были уведомлены заранее о том, что будет проверка осуществляться, но довольно-таки масштабная, в непростой ситуации, в том числе и понять, как у них происходит, где они ужались. Они не приехали ни на проверку, не выходят ни на маршруты на сегодняшний момент. Я считаю, что это недопустимо. Поэтому давайте напишем, сделаем, по которому обращаем и в дорожный комитет транспорта, и, конечно, в факультуре, что провели данный факт. Это недопустимо, и это неправильно.